друзья всем привет наше путешествие по северу испании продолжается там где мы сегодня спали мы вот сегодня приехали к вот этому маяку который вчера светил в общем поспали мы классно за исключением того что очень сильный ветер дул ближе к утру и ночью дождик пошел чуть-чуть пришлось заднюю дверь закрыть а так в принципе все круто маяк он очень-очень ярко здесь еще по-моему есть один маяк 2 маяка здесь на этом побережье не море какое-нибудь его величество океан из-за того что здесь уже океан здесь и дельфины и там америка самую высокую точку они здесь выбрали в этом регионе чтобы сделать маяк а еще вот этого дорога очень живописная идет периодически через всякие разные деревушечки здесь возле моря такие красивые виды но нет сервиса вообще абсолютно никакого и магазинов и заправок вообще ничего нет много мест для стоянки для кемпинга где можно поспать ночью но магазин если вечером не успели купить все придется либо в барах но в барах у них демократичные цены потому что мы вчера за 5 евро купили сэндвичи прям очень большие такие одного сэндвича вполне на двоих хватает вот как началась так и закончилась 200 метров здесь по моему кемпинг какой-то прям все забить авто домами прицепами да это кемпинг все битком забита чуть дальше туда в сторону моря там есть стоянка такая там тоже полная вся людей все приехали купаться косят траву трактором трактор косит и сразу человек другой проходит сдувают ветродувом а еще они зачем-то вот мешки упаковывают траву которую они скосили я не знаю зачем она там приедет и наверное может быть животным так вкуснее или они какие-то скупления из нее делают вот так вот два человека с лопатой бульдозер один сдувает это все и трактор который косит то есть не вручную не косят а трактор специально проезжают это все косят уезжаем городу ки он здесь у них тоже хихон здесь у них тоже всякие разные промышленности так здесь производят копают роют промышленная часть испании но очень красивая много зелени и прям действительно как будто бы швейцария ну большой такой промышленный мегаполис и вот это у них возле дороги растет яшевика прям в больших количествах повсюду здесь в испании мы уже набрали я не знаю сколько килограмм на нас ели килограмм набрали вот она прям поспевшая ее практически никто не ест так пешеходы иногда не хотя срывают но и и очень много здесь мы прям уже наелись и уж не хотим кушать один единственный пляж и он просто за бортом людьми вообще реально яблоко даже негде упасть причем температура за бортом 25 градусов всего лишь и люди все равно купаются чайки люди там все очень большой у них там порт набережная вот сколько едем столько идет набережная здесь люди и гуляют и там артисты еще приехали выступать несмотря на то что сегодня вторник они хотят сегодня концерт здесь дать люди в парк приходят просто на травке здесь вот так лежат здесь в испании если только какая-то где-то бесплатная парковочка сразу автодома и и технично занимают и и тут вон туда в парк там загорать топлис или купаться здесь на пляжах или на концерт некоторые идут по всей видимости ни одного места нет а так можно было бы здесь за ночевать в принципе вот парковкой вся полностью забита причем мне кажется здесь люди долго стоят на домах авто дома передной парк у них здесь и вот они видите притащили а по всей видимости часть корабля трюма и сделали во-первых лавку из него во вторых столько много зелени люди здесь вот начинают либо взлетать либо приземляются здесь где-то скорее всего приземляются здесь такая большая площадка парапланилисты и вот там остался этот хихон или гихон с портом с портом с набережность большой там еще концерт дают а здесь вот эти продолжаются утесы скалы ягода вот это повсюду растет я уже объелся уже не хочу больше и очень много здесь и много площадок везде повсюду для трекингов для прогулок для авто домов так красиво воздух чистый не жарко я не знаю почему все ломятся в ту часть испании мне кажется вот здесь для отдыха намного лучше и природа лучше и вообще температура воздуха потому что в жару тяжело отдыхать вот это все ягода вот она повсюду а к нам еще бабушка подошла мы возле дороги рвали она говорит вы идите в лес тут говорит грязно там много это ягоды пойдите чистой а то вы горит здесь грязную еще и не мы то идите на испанском нам говорит вы горит меня поняли мы говорим да да поняли дальше идем она готова вон там пошла ушла пошла вернулась вон говорит там знак ну да идите там пойдите мы как дикари стоим рвем ее очень красиво просто невероятно попробую либо вот там где-нибудь найти место где вот это вот сделала либо уже дальше поедем тоже по этому побережью там остался город хихон но видно вот как заводы дымят вот это все конечно хотелось бы подальше от всего от вот этого потому что город на него очистили отмыли город все равно вот как заезжаешь сразу видно там какие то заводы у них еще что ты прямо отсюда даже дым видно парапланиристы как будто бы на месте стоят как будто бы не двигаются здесь определенно испания вообще не похожа на те места где мы ездили очень много зелени и такая местность горная здесь больше поэтому нет много дорог после моря практически вообще возле моря нет дорог приходится ехать по горам по туннелям по мостам здесь есть альтернативные дороги но видимо они совсем совсем извилистый серпантин а это вроде как магистраль тоже но она бесплатно и 78 пожалуй из всех стран европейских не больше всего понравилась испания конечно же ну и франция и наверное вот этот регион в испании больше всего потому что здесь вот такие вот холмы горы и я вот прям вот это люблю зелень это вот это прям моё океан морепродукты вода чистая воздух чистый здесь такой чистый воздух я прям чувствую как он дует с атлантики с океана вот мы сейчас спускаемся опять а там автодоман стоят я вижу большая стояночка может быть мы сейчас кстати здесь и заночуем здесь очень много мест где вот так вот люди заезжают паркуется просто вот с фейсбуками прям с ютюбами все а это видимо местные сделали здесь именно чтобы вот кто на авто домах чтобы они здесь чтобы они в город туда не лезли там никому не мешались прямо под деревьями можно встать вообще круто не знаю наверное рано нам еще вставать прелесть наши машины заключается в том что мы можем парковаться вот в таких вот местах нам не обязательно парковаться где нужно много места и где авто домам запрещено и плюс ко всему мы еще можем заезжать туда куда многие не могут заехать вот видите как раз таки знак который запрещающий заезжать сюда на этих на авто домах а мы можем спокойненько вот здесь встать прямо здесь на асфальте и поспать друзья наконец-то мы пробрались в церковь в каком-то малюсеньком городочки вообще неизвестно какой он насколько он маленький друзья наконец-то мы пробрались в церковь в каком-то малюсеньком городочки вообще неизвестно какой он насколько он Удивительно то, что у них здесь пальмы растут. Главное, вроде бы прохладно, а пальмы растут. Вон там отель. Такая деревенька симпатичная. С крышами коричневыми. Между прочим, вот эта вот деревенька, я сейчас посмотрел, это одна из достопримечательностей. Ну, у них такие улочки здесь узенькие и вообще как-то все тесно. И это является такой достопримечательностью здешнего края, потому что все дома все вот так вот находятся на сопках, на горе и на берегу океана. Мы сейчас туда поедем дальше, еще в ту сторону, искать что-нибудь красивое. Мы хотим прямо на берегу заночевать сегодня опять. У них здесь вот так огородики, они выращивают зелень, баклажаны, помидорчики растут, лимоны. Там тоже какие-то патиссоны или это огурцы, цветы. Все свое в огородике. Ну и на берегу океана. Любопытно то, что здесь очень много европейцев и прям европейцы ходят, здесь все так разглядывают, фотографируют. И видимо это какая-то здесь достопримечательность, про которую мы не знаем. Да, реально, очень-очень прям колоритное место. И повсюду вот такие вот QR-коды, их можно сканировать и будут рассказывать про это место. Какими-то маленькими улочками, вот такой весь изделан, изрезан. Вот они белье здесь сушат, помидоры выращивают. И их улочки вот такие маленькие, повсюду. Эту деревушку организовали, в общем, рыбаки, которые охотились на китов, которые приходили сюда зимой размножаться. Со всех регионов, то есть люди сюда приехали и здесь организовали это место. Прямо вот на скалах, она начинается, наверное, ну здесь перепад, наверное, где-то 100-200 метров, как минимум. Вот у них порт здесь остался. Я думаю, сейчас они, конечно же, китов не ловят, но раньше, да. Здесь еще у них такой вот пляж, очень красивый, один и второй пляж. И получается, если мы сейчас на этом пляже останемся, то, ну, то есть этот пляж, он как бы здесь рядом с этой деревней. То есть если вы хотите на этот пляж попасть, вы не сможете туда дальше потом поехать. Вы так здесь и останетесь. А дорога потом, она вот так уходит сюда, один кусочек дороги заходит и потом уходит туда, обратно возвращается на горы, в лес. То есть у них здесь вот такого серпантина возле моря как такового нет. А еще у них вот эта парковка, она платная, вот девочка билеты продает. Вручную. Ну, к пляжу нам, наверное, еще рано. Я думаю, мы поедем дальше потихонечку. А так туда можно спуститься, там, конечно, пляж очень красивый. Здесь в бухте, в лесах. И прямо возле пляжа тоже так же припарковаться можно. Тут вот знак Камила де Сантьяго, это как раз вот паломнический путь, про который я вам говорил. Он здесь в Испании, у них везде отмечен. Вот несколько раз знаки отмечены. Вот. То есть видно, что паломник нарисован с палкой и вот этот вот значок. Такой типа глаз в разные стороны. Камила де Сантьяго. А скорее всего здесь приют, наверное. Вот мы только что проехали, там ничего такого не было. Там, возможно, приют или как это называется, где паломники живут бесплатно или там за какие-то копейки. В общем, ходят здесь люди по тысяче километров. Так вот, разные пути. И все в Галисию вон туда. А Галисия это где? Вот, вот краешек Испании вот здесь. Вот мы были здесь, а это еще западнее. Ага. А они там что делают? Ну там храм этого Сантьяго святого. Там его мочи, он там ухоронен. Ла Исла. А Ла Исла это что? Ла Исла это остров. Ла Исла. Ну а здесь вот на карте у нас есть точка. Вот опять. Моиста называется, это, судя по Смотровой пунктам. Опять она отмечена, вот Камила Десатьяго. И очень много парковок. Просто берут, видимо, где-то местные власти, людям выделяют. Они понимают, что много поедет сюда на автодомах каравайнеров. И они прям вот, если, допустим, здесь пляж, они им прям просто выделяют какое-то поле, видимо, на котором уже траву скосили. И вот так вот здесь пляж. И за мостом вот это вот караванья. Каравайнья. То есть, по сути, мы как бы могли бы даже и здесь поспать. По-моему, туда бесплатный въезд. Там, как всегда, у них кафе, музыка будет играть. И вот каравайнеры стоят. Вот так вот спят под деревьями. Но я думаю, мы будем еще ехать. Потому что здесь возле дороги не очень хорошо. Такие здесь маршруты. Там сейчас в горах такой туман или тучи, что это, я не знаю. И когда вот много зелени, много это, это я зимой заезжал в Кемер. Там тоже такие же были виды. Красивые очень. Именно, когда вот в горах такая погода пасмурная. Здесь уже не видно. А, вон там еще видно. Это как я вот в Батуми проезжал. Там тоже так же было. До Эсос. А, кстати, здесь коровы. Какие-то большие, невероятных каких-то размеров. Очень большие коровы. Я не знаю, почему они здесь такие большие. И вот мы сейчас едем по бесплатной дороге. Эта дорога такая, то есть проселочная. Она проходит по домам, по деревням. А здесь есть еще трасса. Вот А8, она тоже бесплатная. И там тоже можно бесплатно ходить. А вот это вот туризм. По-моему, короче, здесь столько всяких разных нюансов, которые можно узнать. Как-то здесь люди бесплатно живут, ходят куда-то. Что-то бесплатно едят, как-то общаются. В общем, у них здесь комьюнити. И еще и красота в придачу. Идешь бесплатно, наслаждаешься видами, паломничеством занимаешься, тебя бесплатно кормят. Посмотрите в интернете, это очень интересно. На самом деле, вот такие вот здесь виды. Там, кстати, если ехать по вот этой А8, по магистрали, там будут остановки, смотровые площадки, Мирадор. И прямо можно остановиться, выйти туда. Она, вот эта А8, она ближе проходит к морю. И поэтому там больше красивого, мне кажется. А это старая дорога. Меня прям вот вообще не перестают удивлять. Дороги вот здесь в Испании. Вот это вот N632, бесплатная дорога. Она ведет вот здесь, вот опять это Камила де Сантьяко. Показывают паломникам, куда идти. По всей видимости, они прямо по этой дороге идут. Это во-первых. Во-вторых, она очень качественная. Качественное дорожное само по себе полотно, разметка очень хорошая. Да и вообще само по себе дорога очень хорошая. И здесь никто не ездит. А параллельно здесь еще проходит магистраль бесплатная. Вот рядом с ней тоже примерно такое же расстояние, такое же время. Вот, ну, она тоннелями там проходит по горам. И вот меня что удивляет, что не там особо большого потока машин нет, что здесь особо большого потока машин нет. Вот это Камила де Сантьяко, надо сюда сворачивать, если что. А там такие, конечно, интересные места красивые. Но я думаю, у них есть, скорее всего, GPS-навигация, и там они, конечно же, не потеряются. Овцы пасутся, кошки. Кошка такая деловая прям. О, а знаешь, почему здесь Южский музей и уже несколько штук мы видели? Потому что Южский период оставил свой след в этом уголке, что урисоветые динозавры, появляющиеся на скалах рядом с некоторыми из его пляжей, сделали репатеселью одной из астанокок на маршруте динозавров, которые проходят через соседние города Коломка и Белье-Висиоса. Вот эти динозавры. Я вижу, вон, леса какие здесь. Ни один динозавр не пройдет. У меня такое ощущение, что я где-то в тропиках еду по Таиланду или даже не знаю, где. Куда едем? В репатеселье. Сюда едем? Да. Че там? Ну, это такая деревушка тоже изначально аэрополовецкая была. И здесь вот река, она прежде чем отдать свои воды морю, вот этому океану, она делает такой изгиб и создает невероятный рельеф и ландшафт. Ну, Рива – это же река по-испански. Рива. Десейла. Такие здесь леса. Ну, мне здесь прямо очень нравится гольф. Я не знаю, почему туристы. Наверное, потому что Европа, она в большей своей степени, она вся вот такая зеленая, лесистая, холодная, пасмурная. И поэтому они все туда на южное побережье едут и кайфуют там. Здесь я тоже вижу отсюда. Кемперы там. В общем. К любому пряжу можно спуститься здесь и поспать спокойно. Вы либо найдете место, где можно прямо на парковке остановиться бесплатно, либо где-то можно прямо съехать, как у нас в Казахстане. У них здесь в этих регионах нет такого, что типа нельзя там стоять или еще что-то. Здесь все это просто легко и просто. А вот это место, где мы сегодня ночевали, это место туда приезжают прям много местных. Именно на закат посмотреть. Похоже на то, что мы подъезжаем. И я уже вижу отсюда красоту периодически. Сан-Эстебан проехали. Тут одна деревня заканчивается, через два километра начинается другая. И здесь есть где-то высокая точка. Вроде как в самой центральной части этой Риба-де-Сейлы. И там тоже Мирадор. Очень красивый на 360 градусов обзор. И мы сейчас попробуем его найти, вам показать тоже. Вот сейчас здесь за поворотом, наверное, тоже красивый место, красивый вид будет. Ну, видно сразу, что здесь все города, в принципе, они такие. Со швейцарскими нотками, мотивами. И здесь не жарко. Ну, наверное, просто единственное, что зимой будет прохладно. А так здесь прям вообще классно. Летом вообще здесь очень хорошо. Мы только что въехали в Риба-де-Сейла. Вот такие здесь делает река. У них болотечки. Типа как во Флориде. Тоже там много таких заводей. И я сейчас помыл машину горячей водой. У них здесь на мойке можно заказывать горячую воду. И прям кипятком паром мыть машину. Все отмылось под напором. А вот это, по-моему, французский флаг. С Францией что-то связано. Интересно. Почему Франция? Вот это ЛГБТ. Астурия флаг. Здесь у них тоже на каждом балконе свой флаг висит, короче. А там опять вот эти вот тучи. Мы сейчас здесь заодно прокатимся по набережной. Марину покажем вам. Набережную покажем. Сами посмотрим. Ну, в основном Испания. Очень редко попадаются какие-то другие номера. Англия вот сейчас попалась. Бельгия. А все остальные в основном Испания. Не туристический такой регион. Но примечательно то, что бесплатная парковка. Вот эти люди все бесплатно стоят. И по сути мы можем здесь как бы припарковаться и стоять хоть сколько. И спать даже можем здесь. Прямо в этой Марине. При желании, если хорошо постараться, можно найти место. Уже ближе к вечеру. Вот они здесь ныряют в таких костюмах. Вот так вот ноги моют. Даже один автотому умудрился заехать. Вот это справа серый автобус Дуката. Это тоже там спят люди. Ну, все забито битком. Припарковаться можно, но очень тяжело. И, честно говоря, я даже не понимаю, какой смысл они здесь ловят. Здесь парковаться. Ну, припарковались. Ну, что? Ну, вот отель есть. Можно также в отель приехать. Это единственное, что припарковаться здесь потом. Сходить на этот. На набережную. Набережная здесь так себе. Здесь тоже все флаги. Вот французский есть. Вот это желтый. Астория, да? И целая куча флагов. Вот эти, кстати, тоже автодома. Вполне возможно, что там прямо сейчас, прямо вот немедленно кто-то спит. Вот это тоже белый автодом. Но места все забиты. Такое, друзья, здесь, значит, открывается вид. И я подозреваю, где-то вон там, наверное, тоже есть смотровая площадка. Сейчас еще туда съездим, там посмотрим. Ищем место. Мы уже парочку мест нашли, где можно переночевать. Но ищем более подходящее. Бу-бу-бу-бу! Вот видите, люди подумали, а почему бы нам не завезти здесь индюшатину какую-нибудь. Короче, мы почему-то подумали, что нам надо сюда ехать. Вот Мирадор. Я даже не знаю почему, правда. А, ну да, если мы сейчас вот так поедем, то мы там выйдем, где я и хотел припарковаться. Я всегда найду, куда мне надо. В общем, это вот Мирадор. Смотровая площадка на город. У нас вот такое вот сегодня необычное доброе утро. Практически в лесу. Мы решили остановиться сегодня в комьюнити, где собираются вот такие вот автодома. Вот эти вот свободные места. Это люди уехали. И здесь все было полностью занято ночью. Мы вечером уже приехали. Наверное, около 50 машин здесь точно стояло, как минимум. И всякие разные автобусы, большие автодома, старые, новые. Люди уже, наверное, поехали на экскурсию. Еще куда-то изучать. Некоторые люди приезжают с такими каяками, с прицепами, с собаками, с кошками. Кого здесь только нет. И причем, что удивительно, что все, где-то после 10, после 12, все начинают себя тихо вести. Никто не ужбанит, не буровит. Шума, гамма, такого нет. И каждый сам по себе. У каждого свой столик. У каждого свой стульик. И все машины в основном заводские. То есть нету таких машин, которые люди сами сделали. Там самоделок нет практически. Может быть, вот только единственное вот это. Ну и наша. Есть камера. Здесь есть слив с водой. То есть можно воду залить, можно помыть туалет. То, что вы смыли. Есть мусорка. А, нет, это не камера. Это просто свет освещения. И здесь тоже свет. Эта зона вообще бесплатная, абсолютно бесплатная. Она находится в парковой такой территории. Здесь вот сады, яблоки, еще что-то фруктовые. И можно прямо пойти здесь погулять. Либо можно просто в горы сходить. Ну, здесь не гора, здесь холм такой. И повсюду мусорки, видите, в Испании. С одной стороны въезд, с одной стороны выезд. Абсолютно бесплатно. Это люди вот этого города, который я вам вчера показывал, власти сделали бесплатно, чтобы туристы могли здесь останавливаться. Останавливаться и, ну, приезжать и вот на автодомах останавливаться. Потому что отели здесь от 100 евро за ночь начинаются. Поэтому, конечно же, многие будут путешествовать на таких домах. Второй день у нас идет дождик так, моросит слабенько. Мы ездили по Испании почти, по Европе почти целый месяц. И вот приехали сюда, и второй день здесь находимся. И второй день здесь идет дождик. Сегодня ненастная погода. Ждали, мы ждали дождик. И он наконец-то пошел. Ну, несмотря на это, местные жители пошли на серфингах кататься. И просто так гулять. И за покупками пошли. Такое ощущение, что они все этого дождя ждали. И решили выйти на улицу, как дождь пошел. Много туристов. Многие люди поуезжали. Кто-то остался. Отдыхать еще. По средневековому мосту написано было, что свыше 3,5 тонн вес запрещено проезжать. Если машина тяжелее, машина. Какие-то соревнования на вот этих лодках. Как это байдарки или как они даже называются. Не знаю. И в общем, в том числе, поэтому здесь еще пробка на мосту. Там многие люди пришли посмотреть. А вот громко-ководитель, он все так говорит. Он говорит, кто побеждает. Он вообще только что сказал, эй, девушки, как дела? Сколько их там не сосчитаешь? По-моему, это как наш марафон. Так они здесь на этих лодках грибут. Причем одни в одну сторону, другие в другую сторону. Кто-куда? Кто-куда? Обязательно спасатели дежурят. Потому что вода холодная. Потихонечку выходит вода. Не столько, сколько хотелось бы, конечно. Но... В общем, вот эти вот отверстия, это такие подземные ходы там, под водой. Под землей, вернее. И из-за того, что там такие типа лабиринтов, там эти с помощью волн, эти лабиринты толкают воду, волны толкают воду через лабиринты. И отсюда может вырываться такие струи воды, и с таким звуком пуф делает. И поэтому они назвали его пуфоны. Но здесь нужно находиться на самом деле осторожно, потому что оттуда может вылететь и камни, и водоросли, и палки, и песок, все что угодно. Ну, сейчас из-за того, что либо мало воды, либо из-за того, что отлив был ночью, не буфает она, не работают эти пуфоны. И лучше всего, конечно же, приезжать сюда зимой. То есть сезон буфонов здесь зимой. Какая вода красивая. Удивительная красота. Вот так они выглядят, эти буфоны. Когда воды много, волны туда забиваются, и отсюда фигачит вода. Я не знаю, на сколько здесь метров, там даже близко не подойти. Вот это вот на бетонных, на таких сваях. У них в этом регионе дома. Раньше были исторические такие дома, и раньше в таких домах были. Глянцы, чистые шеи в океане. Но никто не боится, за исключением дома того человека. Очень сильный ветер. Зато здесь панорама. 360 градусов. Вот с обратной стороны тоже можно вот так вот перейти. И посмотреть вот эти вот пейзажи великолепные. Здесь можно место для кемпинга найти. Если что, в принципе, можно туда поехать. Ну, места много, где можно заночевать. Вообще, в этой части Испании очень мало отелей. Они много стоят. И вот таких вот мест, красивых для кемпинга, прям очень много. Это рай для кемперов, наверное. Такие вот пляжи есть. Не обязательно туда ехать, найти на горы, на скалы. Рядом с дорогой тоже есть красивые пляжи, места с лодочками. И очень много мест для кемпинга. Прям невероятное какое-то количество. Берут поле, ставят знак, все. И кемперы полностью занимают это место. На автобусах, на автодомах. Вот мы проехали только что одно место. Вот, по-моему, еще одно похожее. Природа просто какая-то очаровательная, красивая. Прошелся дождик прям такой уже серьезный. И, наверное, мы не будем останавливаться, смотреть достопримечательности. Может быть, остановимся на заправке. Вот как раз через 900 метров будет заправка. Дорога бесплатная проходит. Вот здесь вот мосты, тоннели как будто бы платные. Очень хорошая дорога. И еще нужно отметить, что здесь не в одном месте. Здесь в нескольких местах вот эти пуфоны. Много разных пляжей. Много разных мест для отдыха. Вообще мне это побережье очень понравилось. Комаров здесь практически нет. Что еще? Люди хорошие. Туристов тоже немного. В основном такие все туристы осознанные. Которые понимают, что такое кемпинг. И здесь мало отелей. В общем, это побережье мне прям понравилось. Мы сейчас заедем на заправку покушать. Если там будет у них парковка. Не на всех заправках есть парковки. Так у них, друзья, значит, выглядит заправка. Здесь топливо чуть-чуть больше стоит, чем мы заправляли в центральной части. Но здесь есть рестораны у них. Есть там супермаркеты. Здесь есть пылесосы, мойки. Можно спать. Вот детская площадка есть. Идеальная чистота везде. И еще есть душ. Вот здесь у них есть воздух. Но этим воздухом не получится, по-моему, нажимать. Да, здесь надо устанавливать давление, а он будет качать его. Он без пистолета. И вот здесь есть душ. То есть, если вы путешествуете на машине, заехали, зашли в душ, помыли жопу, поехали дальше. Сейчас переедем вот здесь границу. Кантабрия и Астория. То есть, мы на... Астория здесь написано. Да, мы все это время ехали по Астории, и мы сейчас заедем в Кантабрию. И любопытно то, что во всех вот этих разных провинциях, или штатах, или регионах автономии испанские, их здесь 17 штук. И здесь люди все на разных диалектах разговаривают, на разных языках даже, можно сказать. То есть, есть испанский один язык, общий принятый, вернее, их 4. И, ну, они как бы друг друга понимают, но языки отличаются, прям слова отличаются. И я даже не мог себе представить, что их здесь 17. Это как минимум 17. Я думаю, еще и есть... Еще, может быть, кто-то есть, кто-то как-то разговаривает, о котором мы не знаем. Вот сейчас через речку переехали, все, мы в другой автономии. Вот. Комуния Кантабрия. У них свой флаг, свой язык. И, короче говоря, наверное, вот эта Кантабрия, она будет до Франции уже длиться. Нет, там страна Баска. Еще. А, еще и страна Баска в придачу. Вот березы у них здесь, значит, растут. И один из самых распространенных, это Кастильский диалект. Кастильский язык, испанский Кастильский. То есть, его вроде как все понимают. Ну, это то, что мы в пустын народе испанский называем. На самом деле, он Кастильский. А за границей какие? Ну, за границей мы его называем испанский, чтобы как бы отделить от английского, от гранцузского. А когда внутри Испании, они его Кастильским называют, чтобы отделить от других местных. То есть, как бы он испанский, но это как-то уточнение уже получается, что испанский. В Испании много языков. Какое ты имеешь в виду? Кастильский. Кастильский, он больше распространен. На нем говорят в Альтинской Америке. Забоеванные страны, они говорят про Кастильском. В принципе, такие же у них здесь бренды, такие же заправки, все вроде бы как бы такое же, но страна уже типа другая. Страна внутри страны. Многие слова похожи, но есть слова, которые отличаются. Скульптура рыбака с удочкой, со спиннингом. Но, к сожалению, деревья загораживают вид. И вот такой только вид здесь. Но все равно очень красиво. Не менее, конечно же, живописные виды. А самое интересное то, что здесь, я не знаю, альпинист или скалолаз, кто он? Он, короче, без страховки лезет просто вот со своими руками, с ногами по отвесным скалам. Я не знаю, откуда он начал, но это очень отважный парень. Просто невероятно отважный, конечно. Потому что там, по сути, маршрута никакого нет. Он просто карабкается там, где карабкается. И он может за камень взяться, а камень, допустим, его не удержит. И все. Ногами он не может схватиться. Страховки нет никакой. Он хочет сюда куда-то подняться, а там джунгли. По джунглям там еще потом попробуй пройтись. А как ты ему помочь собралась? Ну, у него... А, нет, вот он зацепился. Есть какая-то проходка. Бабись, бабись. Он может сам себе аркера делать, на самом деле. Может быть, он даже маршрут прокладывает. Смотровая площадка Сан-Ти-Ай-Лан. Друзья, здесь столько вообще красивых мест. Там мост такой красивейший. И океан. И все это вот здесь вот в одном месте, можно сказать. Теперь я понимаю, почему здесь этот маршрут паломнический проходит. Потому что здесь просто невероятная красота какая-то. И они еще, видите, здесь наделали этих смотровых площадок целую кучу. На каждом шагу вот эти кармашки, парки такие специально. Они понимают, что люди, туристы будут ехать, хотеть эту всю красоту сфотографировать и остановиться. И они прям меня вот это вот умиляет, конечно, как они это все делают. То ли везде поднялась цена на топливо, то ли только в этом регионе. Но очень красиво. Живописно, красиво. Вот это какой-то то ли остров, по-моему. То ли полуостров. Там монастырь на нем. И здесь же океан, здесь же пляж. И здесь же мосты вот эти средневековые. Все до кучи. Такая концентрация красоты. А там еще и замок, плюс ко всему. Средневековый мост и замок. Замок Сан-Винсента, лодочки, мост. А мы сейчас поедем здесь налево. В этом городе, где я вам сейчас показывал, который я вам сейчас показывал с мостом, здесь они возле океана построили волнорез вот такой на скале. И чтобы защищать пляж, собственно. Ну, пляж и порт. И здесь так сильно бьют волны. Прям просто невероятно. А там люди поселились. Я бы, наверное, в такую погоду бы не стал бы селиться возле океана. А они вот не боятся. Может, они, конечно, ночью уедут. Ну, не знаю. Прям могущественное, конечно. Такое настроение у океана. Если вдруг вы не увидели буфоны, то вы можете, в принципе, приехать и посмотреть здесь силу океана. Как он может делать. Периодически прям вообще сильно-сильно накатывает. Майки прям под колеса прыгают. Еще такими глазами на меня наглыми смотрят. Типа, ты что здесь сидишь по моему району? Все стоянки забиты. Все, абсолютно все стоянки забиты. Либо машинами легковыми, либо автодомами. Вот так. Они прям просто где найдут место, там и паркуются, там и ночуют, спят. Может быть, они, конечно, уезжают. Но сейчас, конечно же, сезон. А для электромобилей парковки все свободные. Мы сейчас будем проезжать по вот этому мосту средневековому, красивому, который я вам показал. Вот это, значит, первый мост. Вот он, по всей видимости, к замку шел. А вон там второй есть мост. Он практически полностью в воде. То есть его как-то строили. Они либо вот это все как-то осушали, либо как, я не знаю. Но это не современный мост. Видно по нему, что это старенький мостик. Здесь тоже, как всегда, у них сразу начинается кипиш. Готовятся рестораны. Делать на вечер. Так вот, значит, здесь выглядит этот мостик. Он достаточно длинный. Я думаю, здесь метров 500, как минимум. И вот они его как-то построили. Я даже не знаю как. Вот там мы с вами сейчас волны смотрели. Вот это справа парковая зона. Там полностью забито все автодомами. Большая парковка. И под деревьями возле пляжа стоят автодома. Скорее всего, бесплатно. Вот здесь, в этом регионе, я не знаю почему, но они... Во-первых, я не видел такого большого количества кемперов, этих каравайнеров, на автодомах людей, которые путешествуют. Они просто здесь повсюду. И они спокойно здесь вообще стоят. Здесь есть, конечно, места, куда запрещено им заезжать. Но им здесь очень комфортно. Вот повсюду вот это автодома. И отели здесь вообще не развитые. Они много стоят. Во-первых. Во-вторых, мы сейчас видели, закрытых много отелей. Возможно, после пандемии они перестали пользоваться спросом. Люди вот берут себе вот такие автобусы и путешествуют на них. Вот. Вон там, вон справа, тоже стоянка. Только какая-то где-то что-то стояночка. Где-то что-то какое-то местечко. Площадка более-менее ровная. Все туда забивают автодомами полностью. И стоят спокойно. Спят себе там, кушают. Еще что-то делают. Вот с правой стороны. Обычная просто площадочка. Типа какая-то смотровая площадка раньше была. Все занято автодомами. Либо караванами занято, либо вот такими автобусами. Некоторые люди автобус вот сзади окошка вырезают себе и переделывают. Делают себе, ну, жилища там. И едут куда хотят. Вот это тоже автодом из Франции. Есть заводские. Очень редко встречаются, кто люди сами переделали. Подкаты вот такие ставят, выравнивают и спят. На обочине. Приехали в город. И здесь, короче говоря, есть еще один дом Гауди. Как это город называется? Я уж даже в этих названиях запутался. И здесь маленький городочек. Фамилиас. 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 Но очень много туристов. Я так много туристов вообще, наверное, не видел. Еще не в одном городе такого количества. Наверное, в Мадриде столько было. Ну, или в Барселоне. Но я имею в виду маленькие города. Здесь тоже эти дороги этих половников. А, и она уже по-другому называется. Собаки дерутся, ругаются. Площадь города и вход в церковь. А, туристы должны один евро заплатить, написано. Вот здесь. Но мы ненадолго. Здесь москромная церковь. Вот. Платите один евро и уходите. Сейчас. Вот такие цены на недвижимость в этом регионе. Можно дом купить за 135 тысяч евро. 100 квадратных метров. А вот, прям с видом на море, 50 квадратов, 190 тысяч. Цена, этот дом, Гаути. Но вы должны постоять в очереди. А, очередь небольшая. Просто платный вход. И вход стоит 7 евро. И вы не сможете увидеть. Все загорошено. Японцы его купили, короче говоря. И продают билеты теперь. Какой-то олигарх, в общем, того времени заказал у Гауди проект. И Гауди даже сюда не приезжал. Он его построил дистанционно. Дистанционно через своего ученика. Здесь рядом другие дома у людей. Тоже вот так вот люди живут. А туристы, которые не хотят за вход семье платить, они вот так приходятся от него входа. Неужели они не могли там перекрыть это? Так приходят, смотрят. А здесь просто обычные другие дома. Тоже так же. Короче говоря, если бы, наверное, не этот дом Гауди, наверное, бы даже он не был популярным бы так, этот город. Потому что, по сути, здесь даже и смотреть больше нечего. Обычный провинциальный испанский городок. Ну, уже ближе такой французский. Потому что Франция совсем близко. Еще вот помимо этого дома Гауди, есть вот такой вот дворец. Но мы, наверное, уже туда не пойдем. Потому что темнеет. И нам надо найти дом, где нам жить. А вот это в 1855 году основан ресторан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова